Вернемся к Толгару. То, что произошло, это может произойти с каждым. Я видел, что вот Хасан, там криминальные авторитеты, полиции плохо работают. Это увод в сторону. Кто главный бандит нашей страны? Токаев. И все внизу люди, которые сидят по цепочке, если всякие бандиты появляются, это маленькая ветвь вот этой большой банды по организованной преступной группе. Они страну поделили, кому улицу, кому село, кому город. Их решует полиция. Везде. Вы же слышали, что в Толгаре один из участников нападения работает в полиции. Там еще прокурора прикрывают. То есть эта власть их прикрывает. Поэтому эти бандиты существуют. Я вот в 90-х годах, вот все самые известные бандиты, которые были в Казахстане, там Рыжа Алмаз, там Атаба, еще кто-нибудь, там их вообще было много. Почему они были? Потому что тогда была милиция, они их крешевали, они их не трогали, они их не арестовывали. Мы тогда пришли, большая группа бизнесменов, к Назарбаеву и сказали, если вы не сумеете решить эти вопросы, мы их сами решим. Мы вооружились, купили автоматы, создали службу безопасности. Ко мне приходили бандиты, вот в частности Рыжий Алмаз. Я ему сказал, Рыжим Алмазу, ты с нами не справишься, у нас есть ресурсы. Я ему прямо сказал, мы тебя раздавим, поэтому иди лучше подальше куда-нибудь. И когда этот разговор мы передали Назарбаеву, что мы сами справимся, там была большая группа бизнесменов, он сказал, не, не, подождите, дайте мне месяц. И что сделали через месяц? Начались расстрелы. Заходили где эти сидели бандиты, заходили в масках, их просто расстреливали. Вот так Баха фестиваль был убить, там другие, Рыжий Алмаз бежал, его в Испанию убили. Но что в итоге получилось? В итоге это бандитская власть, которая действовала бандитскими методами, а не предъявляла обвинения, не задерживала их, как нормально во всем мире сажает людей в тюрьмы, доказывает их преступление. Назарбаев поступил как то же самое, как бандит, их просто расстреливали. Без суда, что называется, без следствия. И это функции банды он забрал в свои руки, посадил своего зятя Рахат Алиева, и вот эту полицию, финансовую полицию, ну вот все силовые службы, Комитет национальной безопасности начали вести себя как бандиты. Отбирать бизнес, что сейчас тоже происходит, убивать людей, похищать. Вот таким образом Назарбаев построил криминальное государство. Ну хорошо, Назарбаев плохой, безусловно. Вопрос. Скоро будет 6 лет, вот через несколько месяцев будет 6 лет, как Токай президент. Ну ты если знаешь, что это криминальное государство, почему ты не наводишь порядок? Почему ты не отбираешь капиталы украденного Назарбаева? Почему улицы называются Назарбаевы и так далее? Почему его зитья, родственники, самые богатые люди в нашей стране? Ответ простой, потому что он с ними вместе в доле. И вот таким образом вы должны понимать, что нам с Токаевым не по пути. И вот сейчас вы должны понимать, что то, что произошло в Толгаре, это не просто начальник какой-то полиции Толгара виноват, или какой-то прокурор, или какой-то мент. Это ОПГ Токаева. Это банда Токаева. А это маленькая ветвь, которая орудует в Толгаре. В каждом регионе, вы прекрасно знаете, сидят полиции, которые крышуют местных там бандитов, или если таких бандитов мало, то они сами являются бандитами. Потому что в нашей стране законы не работают, потому что они охотятся за активистами, сажают их в тюрьмы и так далее. Они занимаются преступностью. Вот, поэтому вы все четко должны знать, не надо показывать пальцем на какого-то Хасана, это мелочь. Не надо пальцем показывать на какого-то там местного мента. Надо бить в голову. Рыба гниет с головы. Вот где проблема. А не в том, что вот Толгаре они там запустили и так далее. Там преступность выросла. Нет, у нас самая главная преступность в голове. У Токаева. Когда мы его удалим, эту опухоль, сверху донизу будет оздоровление. Мы зачистим всю страну от этих бандитов. Продолжение следует...